В Ярославле прошел массовый субботник. Убирать родной город вышел даже губернатор. Всего же в генеральной уборке приняло участие около 35 тысяч жителей и почти 900 спецмашин. За день убрали 13 квадратных километров. В городских территориях посадили три сотни деревьев и кустарников. Ирина Майкова о том, как гребли, подметали и красили Ярославль. Чистота – залог красоты. В течение месяца во всех районах города проходили локальные уборки. На масштабный генеральный субботник вышли и горожане, и сотрудники органов власти, и работники предприятий. И вот такую точку мы хотим поставить. Это отнюдь не значит, что город дальше не будет убираться. Все организации, которые в этом задействованы, будут продолжать выполнять свою работу. И если потребуется, то чиновники также будут продолжать работу по уборке города. Подзеление – одна из древнейших территорий города. Это любимое место прогулок ярославцев. На борьбу за чистоту зеленой зоны был брошен ударный десант. Отложив ручки и деловые бумаги, сотрудники мэрии взялись за грабли и носилки. Сражение с прошлогодней листвой – это первейшее оружие. Вишневый сад около библиотеки имени Чехова посажен семь лет назад. В отличие от трагической чеховской истории, сад на улице Слепнево с каждым годом прирастает новыми саженцами. Здесь есть несколько именных деревьев. Каждый, кто приложил руку к созданию цветущего массива, считает своим долгом впоследствии опекать посаженное дерево. Свои вишни весной привезли гости из Таганрога, с родины Чехова. В день субботника еще несколько деревьев посадили и постоянные читатели библиотеки. Главная городская аллея – Первомайский бульвар. В районе Волковского театра и площади Волково непрофессиональные дворники исполнили роли подметальщиков и убиральщиков. Ну вот, а надо прибираться впереди. А если не прибираешься, то вот, да. Сейчас развинка, а потом влага ролик. Участники субботника убрали также территорию рядом с концертно-зрелищным центром «Миллениум». Подметали дорожки, сгребали листву, белили деревья. Частично белоствольными стали деревья и на улице Свердлова. Местные жители и работники предприятий привлекли к этому полезному мероприятию членов семьи и детей. Бульвар на Свердлово давно стал зоной особого внимания. Здесь всегда много пешеходов, транзитом спешащих по делам и тех, кто отдыхает. Индивидуальная особенность бульвара – информационные стенды. А теперь можно совместить полезное с приятным. Сейчас, когда вот все убрали, и пес не подбирает ничего, и мне комфортно ходить, и лавочки, если устала. То есть здорово, очень здорово. Позапрошлые выходные наши коллеги уже приводили в порядок территорию, убирали ее от листьев, от грязи, вывезли очень много мешков мусора. Ну а в эту субботу мы решили покрасить деревья. Поэтому собрались с нашим дружным коллективом, чтобы ребята поучаствовали в этом хорошем коллективном мероприятии, командном, сплотились, ну и принесли пользу городу. Итог субботника к предстоящим майским праздникам – город готов. Ирина Майкова, Александр Быков.